Привет, меня зовут Кирилл Чувилин, я работаю на Intel. Вот у нас, как говорил Сергей, уже будет два Кирилла, поэтому мне подойдет, если вы мне будете обращаться, Кирилл из Intel, нормально. Или Кирилл Чувилин, в случае тоже хорошо. У меня сегодня вводный доклад про Tizen, но еще пара презентаций будет попозже, но, тем не менее, начнем мы именно с того, что такое Tizen. Tizen – это операционная система, которая обладает открытым исходным кодом, и она словно на ядре Linux. Она сейчас разрабатывается для архитектуры ARM и X86 при поддержке Linux Foundation и компаний, которые образуют Tizen Association. Это группа компаний, в которую входят и производители микросхем, такие как Samsung и Intel, и операторы сотовой связи, такие как Orange, Entity, Docomo и многие другие, на самом деле. Какие особенности есть у Tizen? Ну, давайте сначала я начну с такого вопроса. Кто знает, что такое WebOS и Firefox? Примите. Во, отлично. Вопрос. Чем особенны две эти операционные системы? Да. Приложение. Приложение. Веб-приложение. Да, то есть идея такая, что приложение создается с помощью веб-технологий на основе HTML-кода. Вот Tizen изначально, когда создавалось, когда была Tizen 1.0, именно такой же подход пропагандировался. То есть планировалось, что все приложения будут создаваться с пользованием веб-технологий. Но и это вложило свой, внесло свой вклад в текущее состояние Tizen. Вот если вы откроете сайт html5test.com, это сайт, который позволяет проверить совместимость вашего браузера и стандарта html5, вы увидите, что браузер Tizen и, соответственно, движок, который используется в устройствах Tizen, он обладает самым высоким уровнем совместимости. Это 492 очка. Вот можете сейчас со своего там рабочего компа вашим любимым браузером открыть этот сайт, посмотреть, насколько сильно ваш браузер уступает в браузер Tizen. Браузер Tizen основан на движке WebKit 2. WebKit 2. Это, соответственно, его плюсы, достоинства и недостатки. Но чем еще интересен этот подход? Для разработки приложений Tizen предоставляет веб-компоненты для построения интерфейса. То есть весь интерфейс можно целиком писать только с новость на веб-технологиях. Ну и кроме того, предоставляет API для доступа к функциям устройства. То есть с таким функциям, как датчики управления какими-то внутренними системами устройства, доступ к контактам и другие функции. Вот это вот веб-часть Tizen. Но начиная с Tizen 2.0 была внедрена поддержка нативной разработки. Во многом был перенесен опыт создания BAD, и поэтому до сих пор наблюдается большой уровень совместимости в плане API с BAD 2.0. Это позволяет легко партировать приложение. Ну что позволило добавить веб-разработка? Это использование стандартных библиотек, это использование таких известных свободных технологий, как OpenGL, ну и соответственно, это доступ к большему функционалу. То есть сейчас приложение можно делать нативное, можно делать на этих приложениях. Ну а чем еще такая особенность Tizen, то, что сейчас привычно уже для всех операционных систем, это встроенный магазин приложений. Каждое коммерческое устройство на Tizen будет обладать магазином, который позволит загружать приложение в себе. Так, лучше слышно я не понимаю, да? Ну хорошо, теперь главное не закашляться. Следующий слайд, это варианты Tizen, то есть какие вообще, для чего делается Tizen. Сейчас наиболее активно Tizen развивается для мобильных устройств, это вот скриншот, который находится слева. Это те устройства для разработчиков, которые сейчас публично доступны. Но, кроме того, не так давно, ну, на самом деле в мае проходила выставка, конференция в Сан-Франциско, Tizen Developer Conference, на которой демонстрировались другие варианты Tizen. Это Tizen PC, Tizen для компьютеров, для ноутбуков, десктопов. Демонстрировался он на ультрапуках Windows. Вот, то есть это версия для компьютеров, которая демонстрировалась с использованием рабочего стола Gnome 3. Кроме того, еще одна версия Tizen, еще один его вариант, это вариант для автомобилей Tizen iVit, на Великоле Интертайминг, то есть информационно-развлекательные системы. Для автомобилей он развивается, демонстрировалась на той же конференции на машине Land Rover. Ну, я думаю, вы знаете, это такая большая, серьезная, хорошая машина. Вот в ней такая система демонстрировалась. То есть это не просто какой-то мобильный функционал самой Tizen, но также это доступ к функциям автомобиля, контроль его состояния и прочее. Ну, давайте, как маленькая ремарка, сейчас еще у Windows есть контракт с КамАЗом. Ну, что это означает контракт с КамАЗом? Это развитие Tizen как локация, то есть навигация, отслеживание, и немногие другие функции, которые используются для более таких рабочих целей. Ну, еще один важный момент. Не так давно, это уже было после конференции, которая проходила в Сан-Франциско, было выступление одного из руководителей Samsung, который заявил, что Samsung хочет видеть Tizen на всех устройствах. То есть это Smart TV, это другие будовые устройства, включая холодильники, то есть, ну, вот, везде. То есть идея Samsung это создание вот такой вот большой унифицированной сети, домашней сети с помощью Tizen. Ну, кроме того, не так давно, то есть совсем недавно, Крис Норман из Intel выступал с очень похожей идеей, что хочется видеть Tizen на многих разных видах устройств. Ну, это уже более технический слайд, архитектура Tizen. Ну, давайте так снизу вверх пойдем, то есть низ, самый низ, это ядро Linux. Ядро Linux и драйверы, это то, что лежит в основе, это очень стандартность операционных систем. Следующий слой, компоненты ядра, это тоже вполне стандартная вещь. А вот дальше вы видите уже разделение. Слева это Web Framework, компоненты API Web, справа тоже компоненты API, только нативного фреймворка. Ну, и, соответственно, что мы видим наверху, это приложение, которое можно создавать. Можно создавать целиком Web-приложение, можно создавать целиком нативное приложение. И вот по-срединке это гибридное приложение. Что такое гибридное приложение? Ну, обычно, что такое гибридное приложение здесь? Это вы делаете интерфейс декларативный с помощью Web и JavaScript. То есть, очень просто создаете интерфейс, но вам нужна какая-то либо более, либо лучшая производительность, либо какие-то дополнительные функции, которые в Web компаниях не доступны. Тогда вы пишете ядро, логику, как нативное приложение, и вот комбинируя нативную часть и Web, часть у вас получается гибридное приложение. Тайзен SDK. Тайзен SDK это основной инструмент разработки под тайзен, который поддерживает Linux Foundation. На самом деле, о нем более подробно мы будем говорить в следующей презентации, но тайзен SDK это то, что раздается вам на флешках. Флешки загрузочные, можете с флешек запустить, там уже будет все настроено, установлено в окружении Ubuntu, ну, либо там на флешках есть образы для Microsoft Windows, для macOS. Но давайте я тут аккуратненько на чем остановлюсь, это то, какие операционные системы поддерживаются. Тайзен SDK, то есть это Linux, как представитель Linux, а сейчас это только Ubuntu, но в будущем будут другие операционные системы, Linux-based. Это Microsoft Windows, но здесь важный момент, и поддерживается на данный момент Windows 8. То есть есть способы запуска Тайзен SDK на Windows 8, но немножко вручную там приходится кое-что делать. Поддерживаются, это Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7. И macOS. Ну, еще раз, о Тайзен SDK мы поговорим в следующей презентации более подробно. Здесь я скажу о других инструментах разработки по Тайзен, то есть это инструмент Intel, Intel SDK, это кросс-платформинг инструмент для разработки с использованием веб-технологий. То есть сейчас он работает и для iOS, и для Google, и для Android, и в том числе теперь для Тайзен. Что такое Тайзен UX Layout или подкосит? Это инструмент, который позволяет создавать, проверять, отлаживать интерфейсы для приложения. То есть такой вот специализированный инструмент. Кроме того, и это очень важный момент, Тайзен, развитие Тайзен поддержали многие разработчики и игр, и игровых движков. Ну, в частности, я имею в виду, игровые движки это Хавок со своим Project NFC для мобильных устройств это Unity. Ну, вот, не так давно был пресс-релиз Marmalite, они сказали, что UX SDK уже поддерживает Тайзен. Unity пока сделали только пресс-релиз, что они будут поддерживать Тайзен, но еще не успели его допилить. Ну, GameZalad, ее и кем-то тоже известные, производители игровых движков. Ну, еще один такой вопрос к вам. GameLoft компания, кто знает? Вот, сколько у нас тут игроков. Ну, так вот, в общем, GameLoft это компания, которая сделала уже три игры для Тайзен. То есть, это Soccer, это Asphalt, какой-то седьмой и восьмой, и это Golf. То есть, по крайней мере, три игры они уже провели, они уже работают, вот полгода назад они показывали. Ну, про что еще нужно сказать? Есть инструменты, которые позволяют переносить. приложение с одних платформ по Тайзен. То есть, например, это конвертер база приложения, он работает как логин к Тайзен SDK, и он позволяет просто конвертировать код, который был написан под приложение, под Тайзен, и там ручкам все-таки приходится что-то доделать. и Intel HTML5 Apporter Tool, это инструмент, ну, такой хитрый инструмент, который позволяет перегонять код, написанный под iOS в приложение на HTML5. Ну, как только мы получаем приложение на HTML5, так сразу мы можем использовать вот то, что получилось для Тайзен. Вот еще следующий слайд, он должен быть интересен вам как разработчикам, ну, или как потенциальным разработчикам под Тайзен, то, как можно получать некоторую прибыль, профиль с Тайзен. То есть, во-первых, то, о чем я уже немножко говорил, это магазин приложений, он называется Тайзен 100, который будет предустановлен на всех устройствах. Он по сравнению с другими магазинными приложениями, он обладает рядом особенностей и таких преимуществ. То есть, во-первых, у него очень короткий период валидации, он занимает всего три дня. Ну, это на самом деле очень маленький период, то есть, очень быстро проверяют ваши приложения. Но при этом их проверяют довольно качественно, то есть, вплоть до того, что могут вручную проверять какие-то очень особенные вещи приложений, так что здесь нужно быть аккуратно исполнять требования этого магазина. Ну, еще одна приятная вещь, это то, что прогнозируется сейчас, обещается, что доход с каждого приложения, ну, как всегда, доход с любого приложения, которое вы построите через магазин, он делится. Вам достается какая-то часть, какая-то часть достается в магазин. Вот, для случая Тайзен Стор разработчику достает 70%, это довольно высокий доход. Довольно высокий процент. еще важный момент, регистрация в Тайзен Стор сейчас бесплатна, и на фоне других магазинов приложений это, ну, тоже приятная особенность. И Тайзен Стор он сейчас открыт для разработчиков, вы можете уже регистрироваться, уже можете загружать свои приложения, как только появятся коммерческие устройства, так сразу на них ваши приложения будут доступны. То есть, сейчас важно не пропустить такой момент, когда вот рынок, он еще свободен. В некотором смысле, там можно занимать свою нишу, располагать свои приложения. Кроме Тайзен Стор это Тайзен Эп Челлендж, это конкурс приложений, который сейчас уже идет, и вот скоро, через месяц, 1 ноября он завершится. Конкурс с очень большими призами, про него подробнее расскажет Ренат из Samsung, когда он приедет. Ну, просто важно иметь в виду, что там просто очень большие призы на этом конкурсе, и в нем не имеет смысл участвовать. На этом слайде. На этом слайде основные ресурсы, которые связаны с Тайзен, то есть Тайзен Орг, это основной сайт, поддержанный Linux Foundation, на котором происходит большая часть общения связана с Тайзен. То есть основной сайт это Тайзен Орг, там новости, там какие-то анонсы, но вас, как разработчиков, в большей степени должен интересовать сайт developer. Тайзен.орг. Что на этом сайте? На этом сайте и документация, и ссылки для закрузки инструментов разработки и анонсы каких-то мероприятий связанных с разработкой и форума. То есть форума это один из ключевых моментов, когда профессионалы отвечают на вопросы, если что-то не получается, как что сделать, что-то не работает, там можно задать вопрос, вам облик. еще раз, Тайзен это операционная система с открытым исходным кодом, на сайте source.tizen.org можно найти ссылки для загрузки этого исходного кода, можно поковыряться, можно проводиться, обратив под какую-то JS, будет интересно, и багтрекер, багтрекер это bugs.tizen.org он основан на системе Джайра, ну, если есть какие-то проблемы, которые вы заметили, связанные с Тайзен, это нужно желательно написать. Ну, помимо Тайзен.org есть еще набор ресурсов, которые связаны с Тайзеном, в которых есть полезная информация, то есть это сайты для разработчиков и Intel, и Samsung, то есть это Intel Developer Zone, это сайт Samsung Developers, еще один вот такой багатный сайт, он тоже на самом деле находится на Тайзен.org, но я про него немножко отдельно скажу, то сейчас активна программа предоставления устройств для разработчиков, вот помимо тех устройств, которые сегодня Ренат привезет сюда, можно получить устройство и непосредственно разместив свою заявку на сайте Тайзен.org, то есть вы в заявке пишете идею вашего приложения, может какой-то свой багграунд небольшой, если идея нравится людям, которые ответственны за эти устройства, которые их раздают, они вам пишут по большим устройствам, то есть это вот такая программа есть, которая работает. Ну и еще сайты связаны с инструментами, это сайт, на котором есть веб-симулятор, веб-симулятор в общем-то такой же, который в Тайзен SDK входит в комплект, и Remote Biz Lab это сайт Samsung удаленной лаборатории, которая позволяет удаленно через браузер пощупать реальное устройство на Тайзен. Ну и социальные сети это основные источники новостей в Тайзен, то есть наш хаб на хабра-хабре, там есть уже полезные статьи, там будут появляться еще полезные статьи, которые в том числе пишут я, которые пишут ребята из Samsung, группа ВКонтакте, Twitter, это вот то, на что иметь смысл подписаться, чтобы получать свежую новость, по крайней мере следить за тем, как развивается Тайзен, какие в том числе события происходят. Ну, на этом первая моя презентация заканчивается, я буду рад ответить на ваш вопрос и их смысл ясно.